Приветствую всех любителей рыбной ловли меня зовут Юрий Титерин и это членовый выпуск болен рыбалка сегодня мне хотелось бы поподробнее судить последний выезд на рыбалку это было открытие было открытие первого льда и там я маленько поснимал под водой и вот эти вот подводные съемки мне хотелось бы вам предоставить посмотреть и обсудить вместе с вами что же там под водой происходит во время того когда мы ловим рыбу первое погружение вместе том где у нас с утра привал более-менее крупный окунь крупным окунем я называю окуня 200 или 300 грамм в нашем районах этот окунь вполне зачетный отпускаем камеру буду снимать полностью с момента отпускания буду показывать до момента всплытия не на большое время отпускали камеру под воду но за этот момент что-то снялось и что-то можно разглядеть так пока у нас ничто не видно либо рыбы на доме не было под этой лункой либо просто она испугалась погруженной вниз камеры оседает муть которая пока мы погружали задевали местную растительность подводную начинает оседать видим первого окунька заинтересовало его то что появилась у нас мормышка на экране наблюдаем игру окунька и появляется второй окунь а игру мормышки и появляется стройку начинает хватать есть посмотрите сразу оживает все один окунь уплыл второй подошел тем временем когда одному мы уже выцепили этого тоже заинтересовало что-то в мормышке но мы не видим и в этот момент мы не знаем что происходит поводой я можно было бы игру мормышки делать вот вот это мне интересует больше всего я почему-то на кивке вот эти поклевки я не видел хотя посмотрите как он энергично хватает на задних плане тоже видно что движуха идет и рыба собираются видимо где-то у других других рыболов кстати насадка у меня использовалась от момента червь вот окунь берет но почему-то я вот этот момент не подсекал я просто-напросто я знаю что когда отпускал я не поклевок не видел покивку посмотрите как замечательный окунек плал под лункой и клюет но я не могу его выцепить я даже попыток не лую потому что еще раз повторяю что этих поклевок я просто-напросто не видел ну тут решил камеру маленько переставить как видимо зря только работу тут более менее интересно и начала собираться под лугой глубина в данном месте где-то около двух с копейками метров ставлю к лёхе на зиму бумку но тоже либо я ему спунул либо он там давил никого рыбы потому что зафиксировано в объективе у нас видеокамеры не было мормушку видно у лёхи играют рыбы рядом нет вполне может быть что я распугал ну тоже здесь она стояла буквально какие-то там секунды я обратно достал первый лёд прозрачный и прудой на глубине 2 с лишним метра довольно неплохая видимость смотря на то что камера китайская и качество съемки так себе на троечку опускаем лунку там где раскрывала уже это во время обеда мелкий окунь и небольшая плотва что нужно увидеть здесь пока как обычно ничего камеру пустили пока тишина и покой никакой рыбы в районе нашего объектива не появляться вот упала мормышка с червём далеко от видеокамера игра где же рыба червя крупный сильно здесь насажен но по крупному окуню он такой такая насадка играет нормально вот она и вылезли началась движуха сразу же мышка с червём собирают окунька под лункой но сразу видно что окунь значительно меньше чем был в предыдущем месте тут же и вместе с ними появляется плотва но видимо крупная осадка как-то не очень увлекает рыбу в мясу и насажено как-то не так как надо но в принципе говорю еще раз что когда крупный окунь просто любом он активный он хватает любую насаженную там в любом положении насадку так насадка ушла и окунь рассосался тут я перенасадил червя и бросаю к более маленьких кусочек червячка и понял в тот момент что по поглядкам рядом с Сашей рыбачил рыбку Саша мелкий окунь надевал и я понял что там крупная насадка делать по сути нечего но вы видите мурмышки нет и окуня под лункой не станут видимо издалека он чувствует насадку и мурмышку и собирается издалека вот появляется рыба но это плотвичка вот сразу якуньки и плотвички появляться стали как только мурмышка упала на дно схватил выпрямил что-то не понравилось опять мурмышка падает на дно начинается игра маленький кусочек червя заинтересовал уже и плотвички мурмышка мурмышка лукавин в тот момент повернул но я не видел что с ним вот видно что рыба подходит но не вся походить близко к мурмышке что то видимо ее в этот момент мурмышки пугают или как то вроде есть какой то интерес но подойти близко и уплатить насадку ей не хочется, вот плотва подошла, довернулась и ушла, вот сразу двое пытались покушиться, но в этот момент я мормушку опять достал на поверхность, опять видите, начинает разворачиваться и уходить, подвесчик, какая рыба, даже не один, проплывал подвесчик, но их уловий у нас вообще нет, пушки, за рекой видны только одни глаза и полосочки, если предвидятся, а плотва видно только силуэты такие, тени какие-то пролетают, и все, опять опускаем мормушку, начинаем под игровку, вот сразу интерес какой-то появился, оп, ну где же подсечка-то, запоздала эта подсечка у меня была, вот опять пакульки, раз, есть, взял, вот взял, оп, ушел, другие друзья его, наверное, не сразу поняли, что произошло, куда девался их напарник, смотрите, опять рыба начинается, рассасывался от лунки, сейчас опять мормушка появится, вот, смотрите, сразу вся рыба какая есть была, рядом с лункой, вся напала, там, по-моему, даже плотва начала первую атаковать, да-да, мормушку, плотвичка первая пыталась его хватить, но что-то тоже и насадка, видать, для нее крупновато, ну, настойчивая она была до последнего, вот уже окунь тут теребит, окунь стал брать мормушку, плотва постеснялась конкурировать ему, нет, вы говорите, прогоняет, выплывает, видят, вроде, и все равно пугается, либо что-то, ну, что-то, видимо, насадки не усырват, плохо то, что по первому льду у нас не продавали в магазине мотыля, приходилось рыбачить только на опаруши на черве, видимо, это подействовало, ну, по мотылю, мне кажется, все равно это лучше насадка для ловли со льда, такой рыбы, как окунь и плотва, ну, вот что мы видим, окунь заинтересован мормушкой, но активность, ну, смотрите, даже вот, глядь, два окуня, один, видно, что домного крупнее от второго, но оба никак к мормушке никакого интереса такого активного не приносят. Ну, что ж, очередное всплытие, на этом наши периодные съемки на тот день закончились. Что можем сделать, какие-то выводы, конечно, можно, то, что поклевок много, каких я не видел, почему, я не знаю, ну, погрузились в глубину наше озеро Шулепово, спасибо всем, кто был со мной, всем пока, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok